Благословение Господне на вас, Богу благодати человека любим, Всегда ныне и признан, и во веки веков. Благословение и любого, Благодаря нашу славу. Воскресы измерка, Христос и истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всеквальных апостолов, и жал святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, преподобного богоносного отца нашего Сергия, Игумена Радонежского, Всероссии Чудотворца, святых апостолов Антроника, святые Иуни, преподобные Фросини, в миру Евдокии, великие кногине Московские, мученика Николая Болгарского, святителя Стефана, патриарха Константинопольского, их же и памятный не совершаем, святых и праведный Бог Отец Экима Анна и всех святых, помилует и спасет нас, якоб лак и человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! В сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, Святая Церковь вспоминает разговор между Господом Иисусом Христом и женщиной, находившейся в Самарии. В этом разговоре Господь постепенно возводит эту женщину до понимания того, что Он есть сердцеведец, что Он есть Христос или Мессия, обещанный народу израильскому. Также Господь говорит о том, что Он есть источник воды живой, текущей в жизнь вечную и утоляющей жажду бессмертной души человеческой. В лице женщины-самарянки Святая Церковь видит пример восстановления из греховного падения грешника, который ищет спасения, который внимает Слову Божию. Эта женщина-самарянка, она хоть и томилась от зноя при многих страстей, она не заглушила в себе в сердце своем что-то доброе, она не оставила поиск правды Божией и желала благогодить Богу, за что и обрела в своей жизни Спасителя. Этим Церковью еще раз нас убеждает в том, что Господь Сам всегда идет навстречу грешнику, если грешник ищет встречи с Богом, если грешник ищет этого спасения. Бог таким образом устраивает спасение этого человека и тех, кто окружает самого человека. Сегодняшнее евангельское чтение имеет слова, которые должны обрадовать всякого человека, кто имеет в себе правдивость и силу посмотреть на себя и на свою жизнь без лжи. И в разговоре с самарянкой Господь говорит ей, пойди, позови мужа своего и прийди сюда. И она отвечает, что нет у меня мужа. И Господь говорит ей, это ты правду сказала, хорошо ты сказала, что нет у тебя мужа. Те, которые были пятеро, они тоже не были мужья тебе. И ты сказала справедливо. И таким образом Господь как бы хвалит вот эту женщину не за то, что она вела такой образ жизни из-за ее грехи, но за то, что она набралась смелости, ничего не скрывала, посмотрела трезво на свою жизнь и также честно пред Богом все сказала, как и есть. И дальше разговор сразу начинает меняться. Как только эта женщина почувствовала, что в ней непростой человек, что он может говорить о высоком, она тут же начинает говорить, а вот наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Где же правда? Как по-настоящему поклоняться нужно Богу? То есть мы видим, что сразу забыт весь предыдущий разговор, забытая черпала и колодец, разговоры о воде и о трудном пути. Она тут же ищет ответа на свой вопрос, как поклоняться Богу. И Господь, видя, что в ее сердце живет вот эта вот правда, желание встретить Бога, открывается перед ней и говорит, что Богу нужно поклоняться в духе и истине. Вот, дорогие братья и сестры, Господь может спасти любого человека, но Бог не может спасти человека, если человек лжет себе и лжет пред Богом. И Бог может спасти нас, грешников, которым мы являемся, но не может он нас спасти, если мы мнимо себя праведниками, теми, кем не являемся, по сути, представая пред Богом не тем, кем есть, а каким-то вымышленным человеком. И, опять же, вот эта женщина-самарянка, она сказала себе правду, искала этой правды и поэтому встретила Бога. В разговоре о воде речь идет, конечно же, о благодати Божией, о благодати Духа Святаго, нетварной энергии Божьей, которая изливается на нас, на каждого, которая является причиной бытия человека и которая дарует человеку жизнь вечную. И воздействие вот этой вот воды благодатной в жизни духовной, оно другое, нежели воды физической в нашей жизни по отношению к нашему телу. Если в духовной жизни человек воспримет благодать Божию, благодать Духа Святаго, то он уже не будет жаждать никогда. Все его духовные потребности удовлетворяются навсегда. В то же время, здесь, в этом мире, сколько бы мы ни пили воды физической, как бы мы ни удовлетворяли свои земные желания, все равно возвращается все к тому, что опять мы этого желаем и опять жаждем. Далее мы видим, что в Евангелии говорится, как пришли ученики, апостолы Христовы, и очень удивились, что Господь разговаривает с этой женщиной, потому что она была самарянка, а общения между самарянами и иудеями не было. Апостолы еще делили людей на своих чужих, друзей, врагов, в то время, как Господь пришел для спасения каждого человека, и Его любовь, она безгранична и объемлет всех. Ради каждого человека Он пришел в этот мир. И вот мы с вами, братья и сестры, именуемся христианами, мы последователи Христа, но мы также должны являться и свидетелями Христа в этой жизни, мы должны стать продолжателями Его дела, мы должны стать вестниками Христа по отношению к другим людям. Много людей вокруг нас, и неверующих, и не знающих истинного Бога, желают услышать слово истины, слово любви, слово веры, надежды, слово утешения, встретить того вестника, которого Господь посылает через нас, каждому человеку, и чтобы в этом вестнике они увидели самого Бога. Бога, который является не обличительным судьей, но милостивым Богом, любовью, который даже апостолу Иуде говорит «друг мой». И, к сожалению, когда мы говорим, что ничего у нас не получается, плохое у нас благовестие, вокруг нас неверующие не слышат, но, к сожалению, значит, так вот блекло мы проповедуем о Христе, своей жизнью, своими делами, поступками, делим на своих чужих, обижаемся на кого-то, ничего не говорим и так далее, хотя именно врагам, именно тем, кто не знает Бога, мы должны идти и проповедовать. И опять же здесь вспомним эту женщину самарианскую, потому что как только Слово Божие коснулись ее души, она все это впитала, и тут же пошла в город благоествовать о том, что она слышала сейчас, и говорила об этом так, что люди, горожане, они тоже оставили все свои дела, все заботы и пошли смотреть, о ком же говорила эта женщина, что явился Христос, Мессия обещанный. Вот как она уняла проповедь пламенная, как она желала, говорила, как она жила. И этому, братья и сестры, конечно, должны учиться и мы с вами. И потом уже, как говорит в Писании, что люди, которые вышли, увидели Христа, беседовали с Ним, многие уверовали, приняли Его. Святитель Феофан Затворник говорит, что так же бывает и в нашей жизни, что изначально мы приходим к Богу по какому-то внешнему слову или внешнему свидетельству. Но потом уже, когда мы вкусим самой жизни с Богом, мы уже становимся причастниками жизни божественной, не просто потому, что принадлежим к какому-то храму или являемся христианами по имени, а потому, что уже в самой сути своей жизни соприкоснулись с Богом и желаем единения с Ними. Так часто бывает и с нашими детьми подрастающими, потому что большей частью они приходят к Богу по внешнему свидетельству своих родителей, их жизни, их словам. Но вот в самой еще сути такой жизни с Богом не вкусили. Но будем молиться и делать все, чтобы они вкусили и были прилеплены к Богу именно потому, что сами узнали эту жизнь божественную, что и жизнь с Богом. И в конце говорится, что будет время, когда Богу нужно будет, должно будет поклоняться в Духе и истине. В истине понятно, что, значит, без всякой лжи, потому что ложь утесняет истину и не дает этой истине служить. А в Духе говорит о том, что помимо внешнего какого-то богоугождения, внешних обрядовой стороны, конечно, самое главное, что мы должны наполнять свою жизнь именно поклонением Богу всем своим существом, всей своей жизнью, чтобы не только в храме мы воспевали хвалебные песни, но и за пределами храма продолжали жить как христиане. Архиепископ Дмитрий Херсонский на эту тему размышляет, он говорит так, кто молится и поклоняется Богу в Духе и истине? Тот, кто произносит слова молитвы устами, также молится и сердцем, и умом. Тот, кто, преклоняяя пред Богом голову свою, также сокрушает пред Ним свое сердце. Тот, кто становится на колени, также и сокрушает свою гордыню перед ближними своими. Тот благогождает Богу и молится Ему истинно в Духе, кто, говоря слова молитвы, Отче наш, к примеру, оставь нам долги наши, сам оставляет и прощает прегрешения и долги своим ближним и обидчикам. Тот, кто, просяв Богу хлеба насущного, не забывает и сам подавать этот хлеб насущный нищим и милосердствовать. Тот, кто, поклоняясь Богу, не поклоняясь своим страстям, каким-то идолам. Вот что значит поклонение и служение Богу, которому мы с вами должны научиться не только читать Евангелие, но и жить по нему, стараться воплощать эту жизнь Богу во всей своей жизни, и за пределами храма, и в семье, и на работе, и нести эту проповедь так, как эту проповедь внесла сегодняшняя самарянская женщина, которую мы с вами слышали. С праздником вас, с воскресного дня! На предстоящей неделе, дорогие братья и сестры, благослужение будет проходить ежедневно, согласно расписанию. 2 июня в среду вспоминается обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского, Московского, Всероссии, чудотворства, накануне, во вторник вечером, всеночное бдение, в сам день праздника, одна божественная литургия. И 3 июня, четверг, образ Божией Матери Владимирская, накануне, в среду вечером, всеночное бдение, в сам день праздника, одна божественная литургия. С праздником! Христос Воскресе! Христос Воскресе! КОНЕЦ Христос Воскресе! 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 Христос Воскресе!